Гора Тахти-Сулейман, или трон Соломона, расположена в самом центре города Ош, южной столицы Кыргызстана. Заметная отовсюду островерхая глыба, примагничивает внимание днем и ночью. Легендами и народными преданиями овеяна Сулейман-гора, считающаяся священной с незапамятных времен. Сулейман-гора, ее склонные подножия изобилуют ценнейшими историческими памятниками прошлого. Сегодня я приглашаю отправиться именно туда. Ученым известно несколько вариантов названия священной горы. Сулейман-так, Сулейман-тоу, Тахти-Сулеймен. Благодаря средневековым источникам зафиксировано историческое название – Барак-кух, что в переводе с фарси означает «отдельная стоящая» или «красивая гора». Это же название в искаженной форме Барак было известно в конце XIII века. Но самым ранним упоминанием поклонной горы следует считать информацию китайских источников о Гуйшан-Чене – городе у высокочтимой горы. Эта гора много веков привлекала паломников со времен зороастризма вплоть до появления ислама в этих местах. Гора считалась святым местом. Почему же гора названа троном Соломона? Как рассказывают аксакалы, в незапамятную старину Бог наградил Сулеймана, библейского пророка Соломона, за мудрость и благочестие, подарив ему каменный трон, поднять который могли только 500 джинов. Повинуясь воле праведного царя, джинны перенесли его трон на край света, в благоухающую свежестью долину с ожерельем из снежных вершин. Сулейман тотчас же захотел сделать эту благословенную землю плодородной и населенной, а потому повелел грозным духом убрать все препятствия на пути ледниковых потоков и прорубить среди скал русло бурной реки Акбуры. Во времена расцвета шелкового пути, одна из главных ветвей, которого проходила из Китая через Алайский хребет в Ферганскую долину, здесь в мирном соседстве селились жрецы азиатских религий – тенгрианства, зороастризма, буддизма и манихейства. Поэтому гора служила местом обязательного паломничества путешественников самых разных племен и народов и спрашивавших у своих богов покровительство торговым караванам. А в Средневековье, начиная с IX века, Ош, уже известный в письменных источниках как крупный город, сделался одним из центров исламской религии в Средней Азии. На восточной вершине Тахти Сулейман на высоте 150 метров была возведена мечеть. По мусульманскому переданию, внук Тимура и правитель Ферганы Бабур увидел на гладкой каменной плите вмятины, оставшиеся от колен и лба молившегося здесь Сулеймана. Склон знаменить своими местами, исцеляющими от болезней и дарящими религиозное озарение. В одном из таких мест паломники с трудом протискиваются в недра узкой пещеры, со свода которой по каплям стекает вода. Считается, что если капля упадет на темя, то голову покинут нечистые мысли, а сердце печаль. На вершине паломники посещают отреставрированную худжру или мавзолей. Желающие могут преклонить и колено на священной плите Кадамджай, сохранившей три выемки, пропорциональную росту нормального человека. Но больше народу толпится на смотровой площадке, откуда, как на ладони, виден весь город. Пожилые люди, цепко держась за поручни, начинают неспешный спуск по крутой лестнице к подножию горы, где из недр бьет целебный родник Джианат. Многие верят, что его прозрачные струи непостижимым образом вытекают из самого рая, неся утешение смертным. У самой вершины горы блестит своей полировкой наклонная каменная плита. Именно здесь, по преданию, и сидел царь Соломон. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в своей жизни посетить это место с молитвой. Гора Соломонто, расположенная в городе Ош, внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято в Канаде на 32-й сессии комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию. Тысячи пилигримов из разных районов Азии потянулись к священной горе. Они верили, что их молитвы напрямую вознесутся к Богу, а просьбы будут исполнены. Среди страха и растерянности последних дней, единственное спасение для человечества состоит в непрерывной молитве и бодрствовании. Человек, который находит удовольствие в чтении священных книг с молитвой, будет постоянно рожаться из источника жизни. Общение со Всевышним рождает добрые мысли, возвышенные намерения и ясность ума. Так давайте же помнить о преимуществе молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok